Город выделил более 17 миллионов рублей. Эти средства пойдут на питание детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в 6-й гимназии таких ребят 38. В соответствии с законодательством Российской Федерации существует несколько форм обучения детей с УВЗ. Одна из форм – это инклюзивное образование. Инклюзивное образование позволяет детям с особыми возможностями здоровья обучаться в обычных классах. Поэтому дети находятся вместе со своими сверстниками, научатся по адаптированной программе. Инклюзивное образование в 6-й гимназии реализуется с прошлого года, когда учебное заведение получило статус «Муниципальные инновационные площадки». Теперь вот бесплатное питание – так, необходимое школьникам с УВЗ. Кстати, двое ребят на домашнем обучении. Им, тем не менее, тоже положено питание, поэтому родителям выдают продукты «Сухой паёк». В соответствии с этими нормами и рекомендуемыми продуктами мы подготовили такой набор, в который входят и мясные продукты, рыбные, куриные, овощи, овощной набор, крупы, макароны, масло, свежие фрукты, сухофрукты и кондитерские изделия зефир. Конечно, родители благодарны за такую социальную поддержку. Для всех детей, безусловно, очень важен комфорт – психологический, физический, даже во время образовательного процесса. Поэтому для них вопрос питания своевременного, они очень быстро истощаются, дети такие. Поэтому для них вопрос своевременного питания очень актуален. А если учитывать, что некоторые дети ездят из других районов города, то для них этот вопрос вдвойне актуален. Бесплатным двухразовым питанием в Сочи обеспечено теперь 605 школьников. Сухой паек получает 164 ребенка. Также льготным питанием с компенсацией с бюджета обеспечены 8482 учащихся. Это ребята из многодетных семей, малообеспеченные, учащиеся с инвалидностью, а также опекаемые дети. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.